Около двух лет назад линия столичного общественного транспорта проходила по Абазинской улице. В связи с ремонтными работами маршрутные пути и остановки были перенесены на улицу Айтгалера. Отсюда горожане могут доехать до нового района и старого поселка на автобусе, троллейбусе и маршрутке. По словам председателя ЖКХ Сухумского городского собрания Виктора Акуция, за это время новая схема движения доказала свою эффективность. Ключевым фактором стало удобство расположения. По школам, по организациям государственным, которые находятся, больницу захватывает очень удобно. Даже вот просто детям идти со школы и добираться в ночное время, когда вторая смена у детей заканчивается где-то в районе 5-6 часов, здесь она в легкой доступности находится, близко и удобно даже тем людям, которые пользуются социальным транспортом, общественного назначения. Исходя из этого, люди обратились, мы не могли не среагировать на эту ситуацию. И вот такой маленький опрос попытались провести, у людей поспрашивали. Большей части людям, конечно, здесь более удобно и более интересно добираться до этого места, чем идти до той остановки, где она раньше находилась. До военного времени было намного больше транспорта и больше было путей, по которым проходил транспорт. Сегодня же это же, конечно, меньше. Исходя из этого, вот такая золотая середина была выбрана Ислану Федоровичу по переносу транспорта именно сюда. Кроме того, на улице Айтгалера планируется строительство остановки общественного транспорта. Однако точное время и место пока не определено. Потому что, как вы видите, здесь зеленые насаждения. Вырубать зеленые насаждения ни в коем случае нельзя. Это красота нашего города. Ну, исходя из этого, будет подобрано место более удобное и для хорошей остановки большой. Потому что здесь, вот мы сейчас просто стоим, людей как бы нету пока, но в час пик такого времени, что люди добираются, здесь очень много людей, по 20, по 30 человек бывает стоит. Так что остановка должна быть такая, достаточно большая. Кроме того, с Абазинской была перенесена стоянка маршрутных такси, следующих на новый район. Теперь маршрутки располагаются по улице Ардзенба. Дорога здесь широкая, что делает ее более подходящей для крупногабаритного транспорта. И количество машин, тоже припаркованных в одном месте, тоже уже уменьшилось, потому что машины разбросаны по переулкам, скажем, на двух улицах. То есть в одной куче не стоят, как там на проспекте Мира, и там у нас тоже с местами люди, жители тоже не хотят, чтобы большие машины сейчас идти. Раньше были такие небольшие машины, сейчас могут магазин перекрыть. Ну, не каждому хочется, чтобы, тем более за места, там то туда нас поставить, то сюда хотят поставить. Ну, не решался этот вопрос, а тем более здесь очень удобно. Мы находимся здесь, рядом, одна стоит на погрузке, два за ней стоят. После как бы одна уезжает, другие подъезжают. То есть это уже отрегулировано диспетчером нашим. Здесь очень удобно, как и нам, так же и пассажирам нашим. Тем не менее, такое положение вещей, видимо, пришлось по душе не всем. В Сухумское городское собрание обратилась группа граждан с заявлением. В нем они просят рассмотреть вопрос о возвращении стоянки автотранспорта на прежнее место, то есть на улицу Абазинская. Как в письме написано, это граждане Нового района, жители Нового района, они просили перенести остановку в связи с тем, что им оттуда удобнее добираться. Вот исходя из этого, просто чем удобнее и почему удобнее, я просто до конца не понял, поэтому мы начали проводить такой опрос. Есть ли какие-то контакты их, чтобы удостовериться, что это именно жители Нового района, а, например, не представители торговых точек, которым просто было бы выгоднее и удобнее, чтобы, допустим, остановка была в старом месте, именно из соображений торговых. Спасибо, что вы сказали. Вот в этом-то и вся и большая проблема, что нету никаких контактов, кому обратиться. Есть фамилии и есть инициалы, а именно кто, с кем связаться. Я даже, знаете, как вот сейчас современное все, по интернету пытался таких людей найти, как связаться через знакомых, с ними поговорить, но, к сожалению, выкидывает большое количество информации, и кто именно написал, не можем до конца понять. Ни одного номера телефона мы не имеем, чтобы можно было человеку хотя бы позвонить и уточнить, у кого он собирал эти подписи. Мы тоже решили опросить граждан, пользующихся общественным и маршрутным транспортом. Съемки проходили не в час пик, тем не менее, нам удалось пообщаться с некоторыми пассажирами. И все они отмечали удобство новой схемы маршрута. Я живу на Новом районе, мне очень удобно, что сюда перенесли остановку. Ты часто пользуешься общественным транспортом? Ну, иногда пользуешься, да. Удобно очень. Куда ты ездишь на общественном транспорте? Ну, в город езжу, там погулять с друзьями. Нам удобнее здесь, все останавливаются, подбирают, маршрутчики хорошо себя ведут, троллейбусы тоже, все, остановка бывает всегда, постоянно. Довозят до места назначения, все хорошо. Мне кажется, удобнее здесь именно, чем раньше, где было. Почему? Потому что всем доступно? Да, доступность, и с работы удобно дойти быстрее. А до этого вы где садились, получается? Мы шли туда, на проспект. Это далеко? Далековато, да, немножко. Даже в момент, когда приходилось пешком ходить. Слишком далеко до рынка, и отсюда намного ближе и удобнее. Ты рядом где-то здесь работаешь? Нет, я домой езжу, с Агут домой. Наш город не такой уж маленький, в нем часто соседствуют разные мнения. Нововведения могут устраивать не всех, улучшения порой воспринимаются в штыки. Но нужно помнить о том, что движение вперед невозможно без перемен. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.